Мы живем в этой мире и думаем, что в этой мире чудес нет. Однажды мне позвонила старшая дочь и сказала, мама, в конце концов, когда это закончится? Не одно, так другое. Да я же устала. Да когда будет время, когда я могу спокойно жить? Спокойно жить – это значит, что дома убрано, потому что она тогда нервничает, когда не убрано. Все накормлены, все занимаются своими делами, а она сидит на кухне и читает книгу. У нее очень хорошая подборка классической литературы, как зарубежной, так русской. Она любит читать. И я ее успокоила. Проблема решится, потом будет другая. Потому что это утопия думать, что когда-то будет такое время. Мы не должны ждать этого времени, это бесполезно. Когда я писала книгу, мне казалось, вот уехать мне в отель куда-нибудь, на море, чтобы меня вдохновляли чайки, чтобы у меня было время писать. И все думают, что время, когда я сижу за книгой, это мое хотение. Хотя я писала книгу, потому что меня благословили. Я не умела писать книгу, когда даже печатать не умела. Но я знала, что это от Бога. Вот когда я знаю, что это от Бога, я не сомневаюсь. Меня неоднократно спрашивали, ну откуда вы знаете, что этого хочет Бог? Например, когда я дава, получаю знание, что где-то есть в сайте знакомств. Есть тот, кто во мне нуждается. И в ком нуждаюсь я. И как сказала же нам пастор Абая, кому бы я могла тоже послужить духовно. Это мое желание. Быстро был ответ. Откуда вы знаете, что этого хочет Бог? Посмотрите, как вдовы живут. Они любили. И у меня был ответ, может быть, не так любили, как я. Потому что у нас с моим мужем было раствор душ. Мы не расставались ни на одну ночь практически. Мы вместе приходили к вере. Он давал мне полноту жизни. И вдруг половина этой полноты ушла. И мне сказали, откуда вы знаете, что вам это дает Бог? Потому что я не сомневаюсь. А если я не сомневаюсь, я действую в этом направлении. Или вот когда я писала книгу. Вы представляете, я сижу с этой книгой час, два, три, четыре. Больше всего это раздражало моего мужа. Потому что он хотел со мной говорить. Хотел со мной спорить. Такая тихая, спокойная. И однажды я сказала, ну все. Не хочешь, не надо. Мне вообще-то это не надо. Он говорит, ну эта книга не дает тебе ничего. Я говорю, хорошо, я этого делать не буду. Тогда мой муж терялся и говорил, нет, нет, пожалуйста. Я тебя благословляю. Вот в этом я нуждаюсь. У меня были такие моменты, когда было время. Садись, пиши. Никто тебе не будет мешать. Наслаждайся покоем и пиши. Я сажусь, я ничего не могу не писать. Но нет вдохновения. Когда ты это время, как бы вырываешь это время. И используется оно по полной программе. То есть ты уже на работу, тебе не давали писать. У тебя какие-то есть планы. Ты уже ночью это пишешь. Утром уже готовый текст в тебе. Надо его еще написать. И вот тогда садишься и начинаешь писать. Тогда, когда мне вот дочь говорит об этом времени, когда никто не будет мешать, я говорю, я испытала это время, когда мне никто не мешал. Когда я жила одна, когда не было никакого общения, а когда не было общения, не было никаких ссор. Но я бы хотела иметь ссоры. Но чтобы можно было с кем-то эту ссору заварить, чтобы потом ее разрешить. Вот как тебе дает Бог, вот питайся вот в этом мире быть счастливой. А вот эти проблемы, они будут всегда. По мере того, как ты одну разрешишь, у тебя будет другая проблема. У тебя будет накапливаться опыт жить спокойно, чтобы тебя эта проблема не пугала. Когда это я сказала, она говорит, мама, ты так умеешь успокаивать. Я говорю, да, потому что надо доверять Богу. Вот то, что приходит от Бога, даже неизвестно, почему оно приходит. И кажется, что это пришло от дьявола. Нет, дьявол именно тот учитель, который учит нас пользоваться своей свободой. Доверять нам эту проблему Богу или самому решать. Время продуктивно тогда, когда в нашей жизни случаются незапланированные ситуации, которые бодрят нас Духом. Если, конечно, ты знаешь, что эти проблемы от Бога. Однажды наш пастор Абай сказал на проповеди, что у него не заладилось. У него было такое противление, как будто над ним кто-то смеётся. А кто смеётся над человеком? Сатана. И потом он говорит, что он успокоился и понял, что это от Бога. Что я пытался всё сам сделать. Вот сейчас сделаю и отдохну. А Бог сказал, ты не думай о том, что сделаешь и отдохнёшь. Ты просто делай, а я тебе помогу. То есть сатана нам даёт вот этот заряд, заряд противления. И это противление приводит нас к Богу, как к тому, кто решает с нами вместе наши проблемы. Ну, мама говорила, под лежачий камень вода не бежит, хоть пальцем в небо тычь, но что-то надо делать. Поэтому, например, я искала того, кому я нужна. Я нашла его. Самый последний. В этом периоде в моей жизни мне надо было уезжать уже. Я собралась уезжать в Казахстан. И думаю, это мой опыт. Он прошёл практически без результатов. Зато я послужила на Западе мужчинам, которые практически все находились в депрессии. И когда они мне жаловались, что вот их дети оставили, что они всё наследство отдали, что так несправедливо, я говорю, вот и хорошо, потому что у вас сейчас время найти Бога. Наши вот эти диалоги, они заканчивались расставанием без встречи. А тот, которого мне дал Бог, абсолютно не в моём вкусе. Тогда я уезжала в Казахстан на месяц. И когда он мне сказал, я вас буду ждать, ну тогда оставим этот разговор через месяц, то я сказала, нет, я вам буду писать. Вот я писала, он мне отвечал. И только после этого знакомства, когда я узнала его ближе через письма, мы встретились. Причём я думала, что он меня встретит с цветами, в аэропорту. А он сказал, нет, прежде всего вы должны ехать к детям, внукам, они важны. А если я приеду в аэропорт, то мы можем разойтись. И на этом наша возможность, нашей встречи, нашего знакомства сведётся к нулю. Придёт время, когда мы встретимся. Вот я к чему это говорю, что есть время, когда мы что-то делаем. Иногда делаем по инерции, без всякого благословения у нас получается. Иногда с благословением у нас не получается. Но мы что-то делаем. И есть время, когда мы понимаем, что наших сил недостаточно, что мы устали, что у нас ничего не получается. И вот здесь начинается момент. Момент нашей открытости с Богом. Вот тогда наша молитва имеет силу. Имеет силу поменять нашу ситуацию. Я помню, как моя дочь мне позвонила. Всё, мама, у меня нет ни физических сил, ни духовных. Но я говорю, вот теперь время, когда Бог тебе поможет. Потому что Он не тот воспитатель, который делает за человека, а тот воспитатель помогает тогда, когда ноша его тяжела. Иисус сказал, помогайте ближним. Иногда это принимается всё. Проблемы у ближнего. Я бросаю свои дела и бегу помогать. И мы врываемся в мир этого человека, которого Бог ведёт своим путём. И те проблемы, которые возникают у человека, помогут ему приблизиться к Богу, понять, что он без Бога немощен. А мы чувствуем себя в силе помочь, мы чувствуем себя Богами. И у нас был вопрос к пастору Абаю, кто такой наш ближний? И он тогда ответил, ближний тот, кто рядом с вами. Кого вы видите каждый день? То есть наша семья, наши близкие. И вы можете помочь только в том случае, когда это необходимо. Иначе ваша помощь будет мешать человеку осознать себя в этом мире, как Божье дитя. Божья доброта, она разумна. У меня был Ронин на первом месте. И он говорит, мы тогда можем помочь детям, когда у них будет кризис. Но прежде всего ты должна быть сама, самодостаточна, счастлива. И тогда дети этот кризис преодолеют. И вот когда у них действительно создастся ситуация необходимая, ну тогда уже мы поможем. Я перестала помогать детям, потому что практически я была разорена. И дети стали учиться, нашли свою дорогу в жизни. Моя младшая дочь, я не могла ей ничем помочь. Бывают такие ситуации, когда мама совсем не может помочь. Я отдала ей Богу. И до сих пор она мне говорит, мама, я не знаю, как ты меня могла любить, такую, какая я была, но твоя любовь меня спасла. А моя любовь заключалась только, что я доверяла ей. Ну, я доверяла ее Богу, но для нее это было мое доверие к ней, что она встанет на ноги. И она встала на ноги. У вас, наверное, были такие ситуации, когда, как сказала моя дочь, нет в сердце ни любви, ни сил каких-то поменять ситуации. У меня был такой момент, я ухаживала за своим папой, это отдельный рассказ, но они между собой не ладили, мама и папа. Папа не понимал маму, мама обижалась на папу, потом они взаимно обижались друг с другом, и в конце концов я пришла к пастору Абаю и сказала, знаете, вот так вот, вы говорите о любви, у меня нет любви в сердце, даже желание что-то менять. Водители уже жила, три недели я жила, и вот оставалась последняя неделя, и силы мои стащились. Тогда пастор Абаю мне сказал, а я не могу вам помочь. Мне было очень обидно, что он выслушал всё, молчал, я ему доверила свои семейные проблемы, а он меня как бы выставил. И только хотел бы уходить, как он сказал, но есть тот, который по слову веры может гору переставить. Давайте-ка ему будем молиться. И неделю до моего отъезда обратно в Бельгию, у нас была благодать всем. Довериться Богу. Он ведь искал работу, он не мог найти работу. Было образование, работы нет, он готов был на любую работу. Ему сказал Роня, нет, ты не должен идти на любую работу, ты должен работать по специальности, иначе тебе не подняться для твоей работы. А работы не было. И я помню, когда он из них мог. И вот проходит неделя, вторая, третья, и я прихожу, ну хочу сказать, что все сроки у Бога. И он руку так поднимает, нет, стоп, ты не говори этого, я не хочу это слышать. И вот он лежит, он лежит на диване, вот такая прострация. Я говорю, все равно Бог исполнил. И ушла. А самой обидно, и у самой потерялась терпение. Но папа мой говорит, в любой комнате есть запасной выход, ты должна его найти. Ну я не думала об этом. Вот ушла, мы жили на одной площадке, пришла к себе, и у меня потекли слез, как у мамы. Видишь, что ее сын вот в такой немощи, духовной немощи. Через полчаса он приходит, у меня уже глаза высохли, сияет, мама, меня приняли на работу. Без всяких разговоров. Сразу выходи, работай. И до сих пор он работает на этом предприятии. Он потерял рону, поэтому он даже не говорил никому, что он умер. И у нас были такие разговоры, открытые, да, боли, как будто на ножах мы были с ним. И я говорю, надо жить дальше. Я слаба быть такой, примерной вдовой. Но Бог этого не хочет. В Сауме там написано, я сниму с вас траурные одежды, и вы будете танцевать и петь. Я так хочу. И Бог мне это дал. Это Марк. Ронни сказал, что я буду счастливая. И я буду счастливая. И он сказал мне на прощание, ты справишься, ты с Богом. Поэтому не будем унывать, когда нам кажется, что Бог не помогает. Он просто нам доверяет. Молчит, потому что он нам доверяет. Пока мы справляемся, он нами гордится. А когда мы в немощи, он протягивает руку помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова